Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости. Здесь тоже в стране происходит. Если вам интересно, чем на самом деле интересуются турки, о чем сплетничают, что здесь происходит в стране, то вам точно на этот канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Как вы знаете, из прошлого выпуска Instagram заблокирован был в Турции, до сих пор он не открыт, но власти дали комментарии по этому поводу. Немножко, скажем так, есть сподвижки в этой истории. Доступ к Instagram будет продолжать оставаться закрытым, пока политика соцсети не будет изменена, то есть не подстроится под правительство Турции. Об этом официально у нас заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции. По его словам, платформа не соблюдает определенных правил, законов и норм. Instagram на самом деле не смог договориться о разблокировке своего сервиса в Турции. Была проведена встреча руководства Instagram в Турции и министра. И встреча продлилась 6 часов, но не удалось достичь желаемого результата по снятию этой блокировки. Стороны никто друг другу не уступил, так что Instagram до сих пор в Турции остается заблокированным. Но это не предел. Поэтому недавно, буквально вчера в парламенте уже были голоса парламентариев, что и TikTok тоже могут прикрыть в Турции. Хюсейн Яман, председатель комиссии по цифровым платформам турецкого правительства, он заявил вчера в парламенте, что народ Турции требует закрытия TikTok. Он предупредил, что этот вопрос является вопросом национальной безопасности для всей страны. Яман отметил, что многие публикации на платформе TikTok очень странные, оторваны от реальности, невозможно их вообще как-либо цензу одобрить. По его словам, необходимо принять меры для защиты граждан от негативного влияния подобной информации. Но это не все про блокировки. Также правительство Турции заблокировало доступ к компьютерной игре Roblox, что вызвало за собой, конечно же, протесты. Протесты детей, потому что обычно дети — это аудитория этой игры. Много и в Инстаграме, в Твиттере, в бывшем Твиттере в Икс сейчас появляется в соцсетях очень много видео, где дети либо плачут, и стерят, страдают. Родителям объясняют, куда делась их любимая игра Roblox или почему она заблокирована. И еще такой же момент, когда дети записывают прям стендап-видео, стоящие перед камерой, что, в общем, это неправильно, несправедливо, разблокируете нашу игру обратно, вы не заставите нас молчать и так далее. В принципе, если мы берем социальный средств, что здесь происходит, люди очень легко подстроились под блокировки, многие скачали VPN, ими пользуются, кто хотел пользоваться Инстаграмом. Торговля, продажа и блогеры, конечно же, и реклама, они несут большие потери. В среднем это где-то на 50-60% у компании упала прибыль по продажам от рекламы, которая таргетировалась в Инстаграме. К сожалению, это так, и убытки продолжаются нестись. Инстаграм со временем разблокируют, была вот эта встреча, договоренности на ней не было. То есть, кто кому уступит, кто кого прогнет, результат посмотрим, какой будет дальше. Но, в принципе, сама тенденция в светском обществе, в интернете, в обсуждениях, в комментариях, тенденция очень пугает людей. При этом они молчат, не выходят на протесты, но очень сильно обсуждают и недовольны тенденцией к клону к Северной Корее, к запретам, к сторонам Китая, что там тоже заблокированы всякие мессенджеры, свой интернет и так далее. Вот эта изоляция от общества и мира нравится, конечно же, далеко не всем. Буквально два дня назад произошло трехкратное землетрясение утром в районе Козан, города Адана. Это были до пяти баллов толчки, от четырех до пяти баллов, 4,6, 4,5. Довольно-таки сильные, заметные люди выбегали на улицы. Заявлений о пострадавших о разрушении никаких нет, но, конечно же, люди напуганы. И, в принципе, недавно буквально в Мраморном море было 3,5 балла. В Стамбуле ощущались толчки, это движение все еще идет. Люди, конечно же, находятся в напряжении, всегда на готове. И такие новости. Также про запреты экономики у нас будет сегодня очень много. Про цены Турции ужесточило покупки товаров из-за границы. Изменился лимит на покупку через международные сайты экспресс-доставки. Раньше лимит был 150 евро на ввоз в страну, теперь этот лимит 30 евро. Также налог на посылки из страны именно Евросоюза увеличился с 18% до 30%. Налоговая ставка на посылки из стран, не входящих в Евросоюз, увеличилась с 30% до 60%. На заказываемые товары из-за границы, попадающие под категорию специального налога на роскошь, то есть экстра дорогие, люксовые какие-то бренды, вещи и так далее, это все будет применяться дополнительным налоговым вложением, будет применяться еще сверху 20% от того, что есть у нас сейчас. Тем самым, что у нас получается, что максимально неудобно и так заказывать из-за границы, с интернет-сайтов заграничных, пошли на налоги и так высокие. Сейчас это стало не просто невыгодно, а даже убыточно, то есть вообще фактически отрезается путь простым людям в стране, кто не может выехать для какого-то шоппинга, назовем так, заграничного, качественного и так далее. Это становится просто не по карману, нет смысла в этом. Естественно, все это меры направлены на удержание денег в стране. Все, что работало с заграничным товаром, теперь это просто Алиэкспресс, скажем так, алибаба, до свидания, абсолютно невыгодно будет история это приобретать. И, соответственно, все, что было у нас заграничное, например, из Китая, на трендиоли, что перепродают на местном маркетплейсе товары из-за границы, корейские, китайские и так далее, они тоже сразу на все эти проценты поднялись в цене буквально на следующий день. И вообще, в принципе, не забываем о курсе доллара свежим и евро, которые у нас опять подросли. Здесь у нас будет свежая информация, обновленная на время публикации видео и съемки его, какой курс доллара. Соответственно, и инфляция, все у нас тоже растется, и цены вокруг тоже у нас неумеемо поднимаются. Немножко к хорошим позитивным новостям. Турецкие авиалинии предоставят бесплатный безлимитный Wi-Fi на всех своих рейсах до конца 2025 года. Авиакомпания подписала меморандум о взаимопонимании отношений к поставщикам авиакомплектующих. И специализируется это все на спутниковых технологиях, то есть для возможности распределять, транслировать интернет и Wi-Fi во время полета. Также для реализации этого проекта Turkish Airlines планирует модернизировать все свои самолеты, поставить роутеры, точки доступа, чтобы у всех был бесплатный, безлимитный Wi-Fi во время полета. Это, конечно, приятная новость, если вы пользуетесь Turkish Airlines. До этого, я напомню, где-то в начале этого года, полгода назад обсуждалось, что это будет пробный момент или будет не очень высокая доступная цена по интернету, покупка, приобретение интернета во время полета, но только во внутренних рейсах по стране, не за границей. Но в итоге от этой идеи даже отказались, и вот сейчас это будет безлимит по всем передвижениям Turkish Airlines до конца 2025 года, то есть фактически еще полтора года этой возможностью можно будет воспользоваться. На данный момент это пока что не работает, потому что будет сейчас происходить модернизация обновления систем, условно роутеров, и раздача Wi-Fi в самолетах, когда это закончат делать, модернизировать, то и появится такая возможность вот этого бесплатного интернета. Это очень круто, удобно, жду не должность, когда смогу это попробовать и с вами поделиться впечатлениями. В 2025 году в следующем плата за регистрацию ИМИИ в Турции увеличится еще на 45%, что будет составлять примерно 46 тысяч турецких лир, больше чем полторы тысячи долларов. Это услуга за такую легализацию уностранного мобильного телефона, и сейчас вот в данный момент, в 2024 году, эта стоимость составляет 32 тысячи лир, это 1050 долларов. Напомню, что этот подъем цен был буквально полгода назад, тогда еще 20 тысяч лир стоила эта регистрация ИМИИ нового телефона, но при этом напомню, что ввели правила, и сейчас можно однократно, единожды в своей жизни это сделать, оплатить эту пошлину и свои следующие мобильные телефоны из-за границы, которые у вас есть, регистрировать на этот ИМИИ свой, да, то есть попользуясь, не знаю, продали, а ИМИИ у вас остается, и вы на него привозите, регистрируете следующий ваш аппарат. То есть это что, эта история однократная? Напомню, раньше это было неоднократно, и мы это делали для каждого телефона, например, я. У меня, например, зарегистрированы два ИМИИ есть, один, кстати, безуспешно потерян, пытаюсь найти там какой-то, я видела в интернете, что какой-то сервис надо просто позвонить, смсочку отправить, чтобы им не отрегистрированное на меня найти. Но, в общем, короче, надо этим просто моментом заняться, но я уже сделала за два раза. Когда еще, кстати, вот эти поборы взаимные были еще такие допустимые, я помню, первый раз я платила на 100 долларов была стоимость, а сейчас будет в 25-м году полторы тысячи долларов. Даже если мы берем инфляцию, суммы в лирах, ну, простите, в долларах, какая-то сумма несоизмеримая, 100-150 долларов, и, простите, полторы тысячи. Как бы, да, чувствуется вес. Продолжаем к другим новостям переход. Такой прошел слушок в Турции, что хотят и планируют отельеры отменять систему «Все включено». Ту систему, по которой очень многих расположило туристов, они завоевали себе турпоток. Отельеры предложили перейти на вариант, когда туристы будут самостоятельно выбирать только нужные им опции. Без системы «Все включено». По словам одного из основателей, кто придумал вообще All-Inclusive, его зовут Зафер Алкая, он сказал, что настало время повышать качество питания, а не количество. В случае довольно-таки здраво, и в турецких, ну, назовем так, в сообществе людей, очень много шуток на эту тему в социальной жизни, о том, что турки сами не только про туристов, а про себя, про свой менталитет. Турки, приезжая на All-Inclusive у себя же, например, в стране, где там шведский стол, да, открытый, свободный, набирают очень много еды, оставляют ее на тарелках, объедаются, условно, больше портят, назовем так, еды, чем употребляют ее. То есть это непрактично, может быть, где-то даже неправильно и так далее. То есть вот этот юмор на эту тему, он вообще в соцсетях существует. Вот сейчас, особенно когда активный туристический сезон, тема актуальна, много всяких смешных видео на эту тему есть. Звучит очень прикольно, классно, но мне кажется, что за собой-то может повести удорожание отпуска и так не дешевого, потому что, как говорят, да, не за количество, а за качество или опции, качество услуг, которые мы в отелях предоставляем. Потеряется, скорее всего, вот этот некий шарм, назовем так, дозволенности, шарм вот этого безлимитности жизни, существования, питания, алкоголя, развлечений и так далее. Интересная идея, по сути, для повышения сервиса качества услуг, конечно же, этот шаг нужен. Что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что сервис, отели есть разные, будем честны, да, и онклюзив 5 плюс отеля, да, или 3 звезды, конечно, это разный онклюзив. Если ты хочешь хорошее качество и сервис и так далее, за это нужно, конечно, платить. Есть такие случаи, когда и в хороших, крутых отелях качество сервиса не соответствует. В общем, что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Вчера в СМИ появилась, конечно, в соцсетях такая тема, что треские фермеры перекрыли тракторами крупное шоссе из бурсы в измерследование в знак протестов против экономической политики, которая сейчас в стране происходит. И выкликивали лозунги правительства в отставку при этом. Появилось 3-4 видео в соцсетях на эту тему. Они не сильно форсились, конечно же, в официальных СМИ об этом на таком глобальном уровне страны не было. Но вот в соцсетях, в Твиттере эти видео появлялись. Огромного внимания, я бы не сказала, что это прям заняло, но перепосты были. Люди этой информацией интересовались. Также вчера, что я от себя хочу добавить, я заметила на телеканале TRT Haber в прямом эфире в прайм-тайм вечерний был сюжет с экспертом военным и политологом турецким. Говорили о ситуации, которая происходит сейчас. Последние действия последних трех дней в СУ на территорию Курской области. Говорили, обсуждали, показывали кадры. Этой информацией даже в Турции интересуются. Что еще там было? Ну вообще просто они давали оценку экспертную этой ситуации, о каких-то возможностях и так далее. То есть это тоже в повестке интересов общества. Здесь люди тоже за этой информацией следят. Вот такие новости Турции на данный момент к этому выпуску. Спасибо за ваше большое внимание. Оставляйте комментарии, ставьте лайки этому видео. Это помогает продвижению канала и привлечению новой аудитории. Пожалуйста, смотрите, открывайте с VPN, если у вас нет возможности открыть YouTube. Вон там что-то не работает. VPN лекарство от всех проблем. Оплатил, например, на месяц и, собственно, все летает. Инстаграм запрещен на сети, YouTube, пожалуйста. Спасибо за ваше внимание. Увидимся в новых выпусках и в инфобоксе под видео не забываем. Есть ссылочка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подпишитесь. Жду ваши комментарии, какая вам новость сегодня больше отозвалась, понравилась, не понравилась. Что вы думаете? Поделитесь вашим мнением под видео. Мне будет интересно с ним ознакомиться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok